Прежде чем я буду продолжать с профилями, я хочу по-настоящему убедиться, что вы действительно понимаете, что это знание связано прежде всего с практикой авторитета и стратегии. Что если вы генератор, все, что вы знаете о профиле, не поможет вам ни в чем, не принесет никакой разницы, если вы не знаете ждать, чтобы откликнуться. Ага. Я манифестор. Моя стратегия заключается в том, чтобы информировать других, прежде чем я буду здесь. Мне не нужно думать о моих исследованиях. Как только я информирую, я информирую о результатах своих исследований. Для меня ключом не является исследование. Ключ для меня – информировать. Если я информирую, то моя природа просто проявляется. Если бы я был манифестором 2.4, мне все равно нужно было бы информировать. И если я информирую, то я информирую не о своих исследованиях, а о своем таланте. И если у меня третья линия, то я информирую о тех открытиях, которые я сделал благодаря своим ошибкам. И если бы я был манифестором 4.4, я бы информировал о наших взаимных беспокойствах, потому что мы друзья и у нас одинаковая основа. Поэтому в моем личном процессе то, что составляет разницу, это не то, что я исследую или нет, а то, что я информирую. Если я не информирую, то тогда не важно, сколько я изучаю, сколько я исследую. Я буду все равно встречать сопротивление. Есть нечто, что мы очень легко забываем, потому что нам это не нравится. У нас нет и знания, это не сила, не власть. В конце концов, вы либо можете это проживать, либо это просто заполняет ваш ум всякой информацией. И профиль это часть такой двойственности, бинарности, где ваша, где эта часть подсознательность. Это значит, что у меня нет никакого доступа к тройке, к этому мученику, к анархисту. Никакого доступа. Я совершенно не знаю, когда я вдруг становлюсь анархистом. Я не могу это контролировать, это мое подсознание. Я удивлен. Меня воспитывали, растили, чтобы я был хорошей овцой. И анархизм наказывался. И я никогда не знал, что я такой анархист. И со временем я открыл, я такой анархист. И всю красоту этого, и цель этого. Но это подсознательно. И это значит, не только другим людям это не нравится, но моей личности это не нравится. Я строю устойчивое основание. И каждый раз, когда я думаю, что у меня есть хотя бы немножко устойчивости, мое подсознание входит и говорит, ага, здесь что-то не так, сломай все. Начинай заново. Это нехорошее основание. Профиль – это дилемма человека. Это шутка, которую с нами играют боги. Они не сделали нас немножко разумными и очень-очень глупыми. Это значит, что они сделали нас разумными, но не сказали для чего. И эта разумность становится проблемой. Мы все слишком умные, слишком разумные. И в этом проблема. Мы доверяем нашим умам. Потому что кажется, что они позволяют нам узнать так много. Но это не позволяет вам увидеть самое главное – себя, основу всего. Ваш ум не может увидеть себя с объективностью. Ум всегда чисто субъективен. И личность живет в области субъективности. Личность – это не тот, кем вы являетесь. Это то, что вы думаете, вы думаете, вы думаете, что может быть вы такой. Получайте симптомы, которые… И учитывайте симптомы, которые вы чувствуете. Но поскольку симптомы изменяются в зависимости от обстоятельств, и ваша личность считывает их, вы никогда не можете быть уверены. Уверены в том, что в вас не меняется. Именно поэтому дизайн человека – такое особое знание. Он всегда занимается тем же самым, чем люди всегда занимались. Но он позволяет нам видеть то, что всегда было скрыто от нас, нашим подсознанием. И ту невероятную власть, которая подсознание имеет над нами. У меня очень мирная личность. Но мое тело… У меня в теле есть дьявол. Он любит драться. Он не только хочет все время быть с другими людьми. Он хочет быть с ними для того, чтобы с ними сражаться. Ему нравится драться. Моя личность только – о, я бы хотел отдохнуть. Мне нужно время для исследований, мое основание. И значит, что когда у вас профиль, когда вы смотрите на профиль, это значит, что у вас разрыв. Ваша личность думает, что вы должны делать определенные вещи. И вашему телу это неинтересно. Моему телу абсолютно неинтересно изучение. Оно вообще не интересуется теориями, даже своих собственных. Мое тело относится к третьей линии. Оно хочет исследовать, испытывать. Не рассказывайте мне о цыпленке, дайте мне его съесть. Не рассказывайте мне о любви, позвольте мне испытать ее. Не рассказывайте мне ни о чем. Дайте мне самому открыть. Люди третьей линии обычно очень сильно злятся, когда вы им рассказываете, чем закончится кино, потому что вы видели его раньше. Четвертая линия, может, и не будет возражать. Если это заканчивается так, как им нравится, тогда они посмотрят это кино. Это совершенно другие рамки. Это своего рода процессор. Если бы мы были компьютерами, то профиль – это ваш процессор. И они все очень разные. Тогда поймите, насколько это сложно, когда мы хотя бы на мгновение позволяем себе думать, что мы все одинаковы. Это настолько вне контекста. Потому что это не так. Мы действительно разные. И чем глубже вы идете, тем более тонкие отличия вы видите в индивидуальности людей. И вы должны понять, что я не… Это не означает, что я сначала исследую, а потом я становлюсь мучеником. Это то, что происходит, когда вы не оперируете корректно. Личность пытается что-то построить, а подсознание приходит и разрушает. А если не разрушает, потому что это не третья рения, то она ей недовольна. И вы можете видеть, не так уж много счастливых людей. Но даже если вы видите людей, которые кажутся счастливыми, то чаще всего это их личность довольна их достижениями. Но посмотрите на их тела, насколько они испорчены. Так что это очень иллюзорное счастье. Если вы верите, что вы счастливы, то в каком-то смысле вы таковым и являетесь. Возможно, вы не сможете поделиться своим счастьем со многими людьми. Но вы можете думать, что это их проблема. Поэтому профиль, если вы оперируете корректно, то это квантум. Я исследую и проживаю опыт одновременно. И на самом деле я исследую то, что я проживаю, или я проживаю то, что я исследую. Я и сознателен, и подсознателен в одно и то же время. И это не так, что мое сознание и подсознание разговаривают друг с другом. Они не могут. В каком-то смысле это отдельные существа. Когда мой анархист вырывается, мои лучшие друзья меня не узнают. Моя мама меня не узнает. Я сам себя не узнаю. Я просто разрушитель. И когда я заканчиваю разрушение, я могу начать думать снова. Это сила. И во мне это проявляется в виде гнева, потому что я манифестор. В генераторе это проявляется как фрустрация. Так что это квантум. Это то, что происходит в человеческой иллюзии, когда душа и тело встречаются. Но душа не разговаривает с телом. Так же, как и тело не говорит. У него нет такой возможности говорить на языке личности. Это то же самое, чтобы личность говорила. Когда мы хотим, чтобы личность разговаривала с подсознанием, то же самое, как Бог бы разговаривал с дьяволом. Все знают, что им не очень-то удается договориться. У них нет возможности понять друг друга. И все же, когда они соединяются в теле, вы не можете соединить одно от другого. Один является результатом другого. Мое тело не является результатом моей личности. А скорее наоборот. Моя личность это результат моего тела. Дьявол это не ночной кошмар Бога. А Бог это мечта дьявола. Это мечта тела. Я ничего не делаю. Оно присутствует там, даже если я не хочу этого. И оно относится, оно идет вместе с телом. Все, что я могу сделать, это признать, ага, похоже, что это так и есть. Похоже на меня. Кажется, что это я. И дизайн человека действительно впервые принес такую возможность, чтобы человек мог найти покой между своим телом и умом. И в прошлом вам нужно было, вы должны были быть действительно везунчиком, чтобы вы могли пробудиться к пониманию того, что ум бессилен, что ум живет за счет ума. Но жизни, наши жизни, это жизни наших тел. И мы будем идти только до того места, до которого будет идти наше тело. Дальше мы не сможем. Поэтому напряжение между вашим телом, вашей личностью, вашим подсознанием растет, нарастает и нарастает все сильнее, чем меньше вы проживаете, чем меньше вы настроены на свою собственную природу. И стратегия вашего типа и вашего авторитета позволяет, говорит на таком языке, который позволяет продемонстрировать вашему уму, что ему не нужно беспокоить. И все в тщетности. Только ваш авторитет через стратегию своего типа может продемонстрировать вашему уму, что у вас внутри есть источник, есть авторитет, который кажется достаточно надежным, чтобы вам не нужно было беспокоиться. Что у вас есть нечто, что может позаботиться о том, что является и кажется объективным в этой жизни. И когда ваши объективные реальности действительно позаботились, то ваш ум не только перестает быть проблемой, но он также становится источником всяких развлечений, наслаждений. Потому что он позволяет вам видеть, что все то, что есть в жизни, это все для вас, чтобы увидеть. Когда все, что самое основное, о нем не нужно беспокоиться, насколько это красиво. И в этом наш дар – видеть и получать удовольствие. Просто от того, что вы видите, насколько это прекрасно, когда у вас есть жизнь. Мы не созданы для того, чтобы только страдать. Вам нужно проснуться от субъективности своего ума. Вам нужно стать другом в отличие своего тела. Вам нужно подружиться с дьяволом внутри. И ваша стратегия – это то, что делает, это естественно. Поэтому это вам не для того, чтобы об этом особенно думать много. Скорее, это еще один инструмент для того, чтобы вы могли понять не только самого себя, но и отличие от других людей. Это формула. Если вы знаете дизайн человека, и вы видите эту кепку, то вы знаете, как со мной нужно иметь дело. Вы знаете, чего от меня ожидать. Если вы разговариваете со мной, и вдруг вы видите, я не обращаю на вас никакого внимания, на то, что вы говорите, вы знаете, что это не означает, что вы мне неинтересны. Это означает, что я очень сильно поглощен собой. И я такой со всеми. Это ничего личного. Вы видите, ну что, он живет изолировано. Вы знаете, чего же так? Если вы встречаете 2-4 человека, и он вам говорит, нет, оставь меня в покое. Это их основной подход. То вы можете ожидать, что они не настолько открыты. И если вам нужно в их жизнь пройти, добраться до них, то вам нужно их соблазнять. Вы должны позволить им услышать то, что они хотят услышать, для того, чтобы открыться. Это как Ливаба и 40 разбойников. Если вы знаете пароль, Сим-Сим, откройся, тогда она открывается, вы можете войти. Но если нет, вы встречаете сопротивление. И когда я встречаю сопротивление моей дочери, вместо того, чтобы злиться, я внутри себя улыбаюсь и вижу, насколько ясно она знает, что и к чему открываться, а к чему нет. Для меня, как для отца, иногда бывает очень трудно слышать то, что она говорит. Я не хочу тебя слышать, оставь меня в покое. И если я буду принимать это на свой личный счет, то мне это не понравится. Но когда я убираю это личное, то я начинаю видеть, как хорошо она знает, как нужно позаботиться о себе. И мне это нравится. Я могу умереть с миром, потому что она знает, как позаботиться о себе. Это значит, что я сделал хорошую работу. И это не значит, что мне все в ней нравится. Но это человеческая игра. Это нормально. Мы все равно должны играть на этой сцене человеческой жизни. Но вы знаете, чего ожидать. Поэтому, если вы знаете тип и профиль человека, то вы знаете все, что нужно, чтобы обращаться с этим человеком корректно. Первую серию профилей я хочу действительно убедиться, чтобы у меня было время и глубина на них. И правый угол означает личная судьба. И это означает, что то, как вы созданы, вы созданы для того, чтобы фокусироваться прежде всего, в первую очередь, на самом себе. Это значит реализовать себя, найти удовлетворение в жизни, внутри себя. И никто не может вам этого дать. Все, что другие люди могут делать, они могут отражать, что у вас его нет. Все, что происходит в вашей жизни, все происходит для того, чтобы вы могли это испытать. А другие люди, это только случайность. Папа – это случайность, мама – это несчастный случай. Любой другой человек – это случайность. И когда я говорю случайность, я имею в виду, это значит, не обязательно связано с вами напрямую. Ничего личного в этом. И чем раньше вы это увидите, тем быстрее наступят легкие времена в вашей жизни. Жизнь – это что-то, через что вам нужно пройти. И на пути может случиться много несчастных случаев. И они все существуют только для того, чтобы вы могли удовлетворить, достичь своего предназначения, выполнить свою судьбу. Здесь у вас то, что мы называем «джакста-позиция». К нему относится только один профиль. И затем у вас есть левый угол, который состоит из четырех профилей. К нему относятся четыре профилей. Если у вас левоугольный профиль, то жизнь – это единственная случайность. Единственный случай, и он один и тот же для всех. Левый угол не несет в себе личную судьбу, он несет в себе трансперсональную карму. У них есть способность признать, что у них есть карма с вами, вина, чувство вины. Это признание того, что я тебе что-то должен. Когда я говорю «я тебе что-то должен», и правильнее было бы сказать, лучше сказать, что мы друг другу что-то должны. И это не деньги. Нет. И левый угол это знает, что это такое. Поэтому у них этот угол, у них есть эта способность признать, что мы встречались раньше. И я не пытаюсь в этом быть эзотеричным. Потому что в каком-то смысле цель ваша – это то, что присутствует в вашей жизни через всю жизнь, проходит через всю жизнь. И любой человек, который напоминает вам определенным образом об этом, в каком-то смысле вы встречались раньше. Это такая типичная вещь, особенно между возлюбленными, когда они говорят, сколько раз в прошлых жизнях мы встречались, сколько в прошлых жизнях мы были вместе. Но то, что я имею в виду, что другой человек – это не случайность. И если у вас левый угол, вы не можете своей цели достичь без других людей, с помощью других. И это легче понять, если вы думаете об этой механике маркетинга. Если вам нужно что-то продать, и у вас нет клиентов, для тех, кто продает, у них карма с теми, кто покупает. Если они купят, и у них дома это не будет работать, они вернутся и обзаят рекламацию. И если вы им не поможете, то они скажут своим друзьям, не покупай, это здесь обман. Поэтому левоугольный профиль всегда несет в себе трансперсональную карму. И удовлетворение цели для них заключается в том, чтобы найти правильных людей. И вы можете встретить этих правильных людей, если у вас левый угол, только если вы следуете своей стратегии. Джакстаппозиция, вы видите, это уникальное положение, потому что она не относится ни к правому, ни к левому углу. Она не несет в себе личной кармы, судьбы, не несет в себе трансперсональной кармы. Это неповторимая роль и функция, которую они играют. Это зафиксированная судьба, рок. Фиксированный рок. Это на самом деле та идея, которая у всех у нас есть, связанная с предназначением, с судьбой, с роком. Что все предопределено, и это очень такая плотная-плотная веревка, и вам нечего сказать. Вы ничего не можете сделать. Поэтому мы так и боимся этого слова. Потому что к этому слову судьба, то, что предназначено, есть это фаталистический, фатальная коннотация, оттенок. Хотя на самом деле в этом слове не заключается никакого фаталистического оттенка. Судьба – это просто траектория. Если вы идете откуда-то, значит, вы идете куда-то. Вы можете не знать куда, вы можете не видеть, но все, что вам нужно сделать – оглянуться назад на свою жизнь. Все, что вы увидите – это прямая линия. Прямая линия памяти. Никаких изгибов. Это иллюзия. Наша траектория – это прямая линия. Мы в любом случае сидим на планете, которая вращается вокруг своей оси в течение 24 часов каждый оборот, и затем несется в пространстве со скоростью до 450 тысяч километров. Вы думаете, вы куда-то идете? Вы думаете, вы идете в каком-то другом направлении, чем я? Мы все идем вместе. Мы дышим тем же воздухом, которым все виряки дышали два часа назад. Их вирусами. Мы не отделены. Это иллюзия. Мы все в одной лодке. Двигаемся в пространстве очень быстро. Пристегните ремни. Люди джакста-позиции – это те, люди, которые вот как петля обдверная. Она помогает, и петли помогают двери открываться или закрываться. И на самом деле они регулируют, когда открывается, когда закрывается. Для чего открывается и для чего закрывается. Джакста-позиция, этот профиль 4.1 – это те люди, которые отвечают за то, как исследовательский отдел общается с отделом маркетинга. Смотрите на людей, которые работают на заводе. Есть люди, которые работают на производственном отделе, в цокольном этаже. И затем есть служащие, офисники, которые работают для маркетинга. У них не очень приятные взаимоотношения друг с другом. Они машины паркуют на разных стоянках. Одни не пачкают своих рук, а другие должны все время влезать в это. Они должны делать. И есть отдел внутренних дел, внутренних отношений. И это 4.1 – чакста-позиция. Это все, что связано с внутренними делами. Гексограммы. Это те, которые смотрят в отдел исследований и видят, когда какой-то товар готов, тот, который требуется отделу маркетинга. Эй, прекратите производить эти мотоциклы. В маркетинге говорят, что он не продается. Попробуйте производить такие мотоциклы, которые ездят быстрее 120, иначе люди в них не заинтересованы. 4.1 занимается общением, коммуникацией между производством и продажей. и проверяют, чтобы то, что продается, было не просто красивой упаковкой, но чтобы в нем было что-то стоящее. И чтобы в этой упаковке был тот же самый продукт, который был, когда они производили его. И он также следит за тем, чтобы там в отделе производства не начали в отделе исследований не начали исследовать нечто, что совершенно никого не интересует, странное, а только такое, что имеет какую-то жизнеспособность. Поэтому, потому, как вы видите, насколько она стоит в стороне, этот профиль стоит в стороне, вы можете видеть, что он не похож ни на один другим. И самая главная, основная черта для 4.1, которая его отличает, это его зафиксированность. Это как человек, у которого есть миссия, и никто, и ничто не может его отмечить. Если вы будете посмотреть на его траекторию жизненную, вы увидите, что он просто на одном, по одной колее, и неважно, хорошо у него дела идут или плохо, трудно ему, это легко, он будет продать. Это невероятная сила. Я рискнусь сделать все это еще более сложным, надеюсь, что если я это хорошо смогу объяснить, донести до вас, то вы можете увидеть красоту и тот контекст, который делает профиль это таким красивым. Дизайн человека это синтез, и он упрощает и делает очень многие вещи очень простыми, но это не значит также, что он не является и очень сложным. Есть, можно сказать, еще один аспект, еще один отдел этого знания, это то, что мы называем вселенским, глобальным инкарнационным индексом. И здесь на бодиграфе вы видите то, каким образом эта жизнь происходит в каждом из нас. Но если вы хотите увидеть жизнь как формулу, как последовательность жизни одну за другую, то вот эта последовательность гексограмм это и есть формула. И большая разница в том, когда человек рожден, например, в этом участке, в этой части формулы или в другой части формулы. Очень большая разница. Потому что Солнце является самым главным агентом и программированием. Мы все знаем, насколько для жизни важно Солнце. Поэтому 70% отпечатка, импринтинга находится в этих одних воротах, где находится ваше Солнце. Поэтому для вот этого человека 70% того, как он смотрит на жизнь, расположено здесь, внизу. 39-е ворота. Если вы этого не знаете, то вы можете думать, ну это просто еще одни ворота. И не видеть, насколько это отличает его, насколько это важным является для него. У нас есть название для положения Солнца. И помните, Солнце всегда идет вместе с Землей и они образуют ось. И эта ось составляет вместе с вашим Земля-Солнцем составляет 70% вашей личности. И то же самое верно и для вашего пренатального расчета, для вашего подсознательного Солнца и Земли. Это другая ось. Поэтому, если вы посмотрите вот здесь на мандалу, то вы увидите 38-й и 39-й, они находятся вот здесь. Противоположные и дополняющие друг друга. Вот здесь вы очень ясно видите на этом рисунке. У вас есть ось, затем у вас есть пренатальная ось. И если вы посмотрите на эти 4 четверо ворот вместе, они образуют крест. И этот крест содержит в себе 70% того, чем вы являетесь сознательно и чем вы являетесь подсознательно. Если вы синтезируете эти 4 эти 2 оси, эти 4 крыла, то это то, что мы называем инкарнационным крестом. Вот смотрите, он находится или он является инкарнационным крестом Майи. правоугольным. Это то, что проявляется через сумму этих 4 ворот. Это неправильно, не суммирование, не суммы. Это джакста-позиция с ней. Это больше, чем сумма. И целое всегда больше, чем сумма его частей. И именно этот инкарнационный крест делает его непохожим. Ты генератор и какой у тебя профиль? 4,6. Он генератор 4,6. Но он не просто любой генератор 4,6. Она тоже генератор 4,6. Но он генератор 4,6 Майи и она генератор 4,6 Любви. Разные кресты. И разные кресты, потому что когда он родился, Солнце находилось в разных положениях. Они были в одной и той же линии. Но разные биксограммы, разная химия. Понимаете? Каждый из этих гиксограмм содержит конкретный химический состав. И именно в этом инкарнационном кресте заключена наша человеческая цель. Но знать это не помогает. Не важно насколько важны эти четыре положения. Если вы возьмете их отдельно, то у него не будет ни одного цвета закрашенного. он был бы тогда рефлектором. Единственный способ, который позволит ему удовлетворить достичь этой цели 4-6 майя, только если он будет оперировать как генератор корректно. Инкарнационный крест своего рода внутренняя суть наша. Как цветы несут определенный какой-то аромат. Это не то, что вы видите. Это то, что вы можете понюхать. И то же самое относится к нам. То, что вы видите, это проектор. видите фрустрацию, видите гнев, вы видите горечь. Но вы не видите цели этого гнева. Вы не видите цели этой горечи. И это запах. И так же, как с цветами, если они засохнут слишком рано, они никогда не высвободят свой аромат. Если их неправильно подкормили, неправильно они заботились. Если нас неправильно воспитывать, то мы тоже получаем искажения. Мы становимся домогенизированными. Мы хотим быть нормальными. И если вы нормальны, то ваш аромат, ваша суть не может проявиться. Ваша сущность может проявиться только через отличие. Цель есть, но вам ее нужно удовлетворить, достичь. Единственное, как вы можете это сделать, это через свой тип, через свою стратегию, потому что это ваши характеристики. Аромат, он двигается вместе с нами, именно характеристики двигают вас. И если вы растете и созреваете корректно, она проявится, как старые собаки. Вы видите, они пожили, не так, как маленький щенок. И мы создание существа. И нам тоже нужно созревать, становиться зрелыми корректно, чтобы мы не получали этого искажения. И мы действительно привилегированы с вами. Я действительно чувствую, что я привилегирован, потому что у меня есть это знание. Оно не забирает, оно не убирает ту отвратительность, которую несет в себе мир, уродство. Он также не помогает убрать невежество и жестокость этого мира. Но оно освобождает меня от чувства вины. Оно позволяет мне не вступать в одну команду с теми, кто говорит, надо Буша обвинять. Или с теми, кто говорит, папа римский виноват. Или с теми, кто говорит, это моя вина. Это не важно. Просто смотрите кино, видите эту игру. И нет никаких обвинений. Это жизнь. И это самые основные двойственности день и ночь. из этой самой главной двойственности есть все. И это нормально. Если с вами все в порядке. И если с вами все в порядке, то тогда все нормально. Если вы корректны, то тогда все корректно. Корректно это не значит идеально. Это лучше, чем идеально. Потому что это объективно. Совершенство никогда не бывает объективным. До тех пор, вы некорректны. И когда вы корректны, тогда все Это то, что позволяет вам видеть красоту. Вы бы не смогли узнать красоту, признать красоту без урока. Вы не сможете признать правду без лжи. И то, что казалось раньше проблемой между ложью и правдой, вы видите, это просто совершенно. Ваша ложь ведет вас к вашей правде. Это то, как это происходит. И профиль позволяет вам увидеть, приближаетесь ли вы к своей цели, или вы уходите все дальше и дальше от нее. Как на вашей траектории, при движении по вашей траектории есть такие дорожные знаки. И ваш профиль позволяет вам признать, видеть, что вы находитесь на правильном пути. Потому что вы снова и снова встречаете такие же симптомы, одинаковые симптомы. И люди говорят вам, а, ты всегда такой, ты вот такой. Люди мне всегда говорили, ты такой авторитарный. Мне это не нравилось. Потому что мой авторитаризм проявлялся неестественным образом. Он провоцировал в других людях страх. Он был искажен, поэтому мне не нравился. Теперь, когда мне говорят, ты такой авторитарный, я говорю, да, это правда. Кажется, что тебе все ясно. Я говорю, да, для меня. Для меня. Но не для себя. Для меня это вот так. И только так. Для меня. А тебе нужно для себя самого убедить. Если ты не знаешь и хочешь воспользоваться моей формулой, мне это нормально. Если у тебя нет ничего лучше. Я не возражаю. Но это не значит, что я ее всем навязываю. И я не пытаюсь никого, не убедить вас авторитарным способом. То, что может заставить вас только захотеть убежать. Чем больше я сонастраиваю себя, выравниваю себя со своей природой, мой авторитаризм проявляется более уравновешенно, более естественно. Я не стал более или менее авторитарным, чем я был раньше. Я тот же самый. Мой авторитет сейчас просто более естественный. И поскольку он естественный, он не встречает сопротивления и не пугает людей. Он встречает уважение. Это приятно. Поэтому профиль это действительно такой знак, который для того, чтобы вы могли увидеть, кто видит вас. И увидеть, что вы двигаетесь, если вы в правильном направлении. Или нет. Потому что вы увидите. Это всегда будет вам отражать, будет отражено вам в основном через профиль. Продолжение следует...